Тогда не пойдем Нам нужно одно выбирать То есть у нас есть главное Есть второстепенное Если в главном есть второстепенное Это прекрасно Это как этот алхарезный математик Он сказал Как выбирать жену Он сказал Первое это богобоязненность Поставьте единичку Потом знатность допишите 0 Будет 10 Потом богатство допишите еще 1-0 Будет 100 Потом еще 3-е что было? Красота Еще будет 1000 И уберите единичку Будет ничего Правильно Хороший пример Если первого не будет Значит ничего нет Мы сказали Богобоязненно Смотрите Все Все Хотят чтобы Семья была счастлива Все хотят Но Все может быть Или скажем Некоторые Эти Ставят для того Чтобы семья была счастлива Придумывает вещи Например У нас в шариате указано Мы как сказали Ранее У нас в шариате есть на все указания Для того чтобы была Семья счастлива Нужно Просто Следовать Указаниям шариата С самого начала Мы сказали Как выбирать Женщину Да Как выбирать Жену Это в первую очередь Следующее Как Мы должны поступать Как мы должны Никак совершать Это все важно Если мы Выбрали Жену Богобоязненную Например Да И поступили Неправильно Следующее Действие у нас Неправильно Возможно Это где-то Скажется К примеру В шариате Если вы хотите Жениться Если кто-то Хочет жениться Он должен Что сделать Что он должен Сделать Человек Двадцать Намерение есть Выбрать жену Выбрал жену Есть Истихару сделал Нормально К отцу пойти Очень важно Смотрите Очень важно Очень важно Почему Как бы Нужно здесь Заострить внимание Если мы Начинаем С головы Или скажем С крышей И неправильно Не снизу Это будет неправильно Нужно пойти Прямо к отцу Сказать Свои намерения Если отец Дает добро Все остальные вещи Потом На наше Время Можно Встретить Или заметить Абсолютно Обратное Девушки Знакомятся Разговаривают Годами Встречаются Причем Которые Совершают Намаз Договариваются Когда они Хотят Жениться Домашние Еще не знают Потом Приходят И оповещают Мы решили Жениться Или я Решила Выйти Замуж Неправильно Как мы уже сказали Если у кого-то Есть намерение Он должен Пойти В первую очередь К отцу И сообщить Отцу О своих намерениях Если отец Видит в этом человеке Порядочность Если дает добро Тогда он может Остальное То есть Скажем Видеться С девушкой И остальные Скажем Действия Своему отцу Или Сначала Своему отцу А потом Отцу Девушке Да Молодец Правильно Своему отцу Тоже Бывает Случай Бывает Случай Да Были Случай Парень Захотел Жениться Не оповестил Домашних Пошел Договариваться С девушкой Что он Хочет Жениться Ну там Со стороны Девушки Сказали Ну ты Приведи Родители Хоть один раз Столько лет Встречаетесь Это идет Речь о Пятикратном Намазе Который Совершая Он Он Пришел Отцу Говорит Я Говорит Жениться Решил Мы Говорит Дату Все Уже Договорились А там Попросили Чтобы я Вас Привез Туда Он Разозлился И сказал Говорит Если Все Уже Решили Говорит Иди Сам Остальное Тоже Делай Скажи Говорит Папа Не Придет А он В это Время Со Своим Другом И Друг Говорит Эй Если Твой Папа Не Хочет Пойдем Дядю Заберем И Пойдем Настолько Неуважение Это Неправильно Вообще Неправильно Кто Такой Отец Что Он Не Заслужил Оповещание Что Он Жениться Хочет Или Каких Посоветов Он Не Нуждается В Как Сказать Вот Так Сам Я Могу Решить Отец Может Еще И Неправильно Что Подсказать Лучше Его Вообще Не Оповещать А Там Потребовали Хоть Привези Родителей Но Отец Парню Может По Шаряку Запретить Жениться По Каким То Ним Причинам Просто Лично Просто По Личным Причинам Смотрите Отец Никогда По Своим Личным Причинам Не Запретит Ребенку Не Думаю Что Может Быть Такой Но Если Нормальный Человек Конечно Разные Люди Смотрите Ученые Исследовали Человека Исследовали Человека В плане Том Что Только Отец Не Может Ревновать Сыну Или Не Ревнует Сыну Всем Остальным Он Может Ревновать То Есть Ревновать Как Имеется Ввиду Вот Если Человек Мужчина Если Брат Там Что Там У Него Что Лучше Пошло Он Может Заревновать Даже Отец Если У него Допустим Что Туда У него Может Что Появиться Но Никогда Сыну Он Ревновать Он Будет Радоваться Вот За Сына Отец Ну И Следований Вот За Сына Он Будет Радоваться Насколько Он Будет Подниматься Это У Него Только Будет Радость А У Остальных У Всех Даже К Отцу Может Ревность Даже К Брат Может Даже К самым Всем Друзьям Ко Всем Может Ревность Но К Сыну У Него Не Бывает Чем Больше Сын Поднимается Он Тоже Вместе С Ним Растет Поэтому Запретить По Каким Личным Причинам Не Может Быть Если Это Нормальный Человек Есть Случай Отец Соблюдающий Сын Соблюдающий А У Нашел Парус И Она Русская Тоже Сосудач А Отец Не Хочет Он По Своим Личным Не Хочет Смотрите Изо Наций Смотрите Отец Возможно Возможно Да Отец Возможно Прав Этот Парень Не Понимает Возможно Что Знаете Что Шарят Не Запрещай Жениться Смотрите Шарят Есть Такое Понятие Куф Куф Ун Куф Ун Это Как бы Достойная Пара Что Имеется Ввиду Достойная Пара Шарят Абу Ханифа Рассматривал Такой Вопрос Еще Например Даже Такие Как Племена Например Одно Из племени Например То есть Например Если Девушка Курошина С Курешита Не может Выходить Замуж За Некурешита Или Нежелательность Сказали Это Противоречит Шарят Как бы Противоречит Да Нежелательность Куф Сказали Куф Знаете Что То есть Очень много Вещей Сказали Богатство Должно Соответствовать Почему Они Это Сказали Знаете Что Они Сказали Да В первую Очередь Стоит Богобоязненность Но Эти Вещи Тоже Нужно Посмотреть Знаете Почему Например Вот Так Вы Сказали Что Мужчина Должен Чуть Чуть Богаче Должен Девушка Это Все Желательно Мы Сейчас Первое Они Поставили Богобоязненность Почему Завтра Он Женится На ней Например Она Будет Говорить Я Дома Каждый День Чеберек Кушала А Ты Мне В Неделю Один Раз Чеберек Не Можь Это Может Послужить Мелочи Но Ссоре Хорошо Когда Все Допустим Получается Скажем Здесь Знаете Че Вот Когда Вот Вы Говорите Запретил Жениться На русский А на Мусульман Возможно Отец Видит Какие Посмотрите Вот Человек У Человека Привычки Остаются Привычки Остаются То есть Какие То Как Сказать Человек Характер Не Меняется Характер Не Меняется Который Человек Допустим 30 лет Привык В Одном Например Скажем У Некоторых Этих Например Уважение Скажем Старших Это Вообще Не Принято Или Родители Дверь Закрыть И Рот Закрой Можешь Сказать И Уйти Например В Каком То Может Обществ Это Будет Просто Невыносимо Понимаете Который Приведет В конфликту И Поэтому Вот Эти Вещи Я Не Считаю Что Вот Это Запрет Именно Из Своих Этих Он Опять Так И Не Можешь Вернется К Сыну То Есть Отцу Дела Нету Допустим На ком Женится Его Сын К примеру Но Он Думает Все равно О Сыне Завтра Послезавтра Какие То Я Так Думаю Разные Люди Бывают Завтра Послезавтра Он Будет Мучиться С ней Потому Что Она Привыкла К примеру Я говорю 40 лет Да Она Сегодня В Исламе Другой Но Ее Привычки Те Ж Например Я Хочу Вышла Ушла Например Я Так Привыкла Например Он Говорит Эй Ты Куда Ты Че Ты Хочешь Че Ты Закрыть Меня Домой Что Лили Я Каждый День Должна Гулять Ходить Ну Гулять Или Должна Ити К Пример Я Говорю Как Говорится Менталитет Да Мое Мнение То Что У наших Дедов Или Отцов В основном Может быть Исключение Но В основном Частие Националистические Чувства Я Скажу Смотрите Кто Если Допустим В шариате Понимает Он Сам Придерживается Мусульмане У Него Будет Точка Зрения Подходить С другой Не С национальностью Возможно Вот Если Допустим Не Соблюдающий Отец И он По каким-то Своим Личным Чисто По националистическим Чувствам Не хочет Чтобы Стоит Женился На русском Можно Получается Без Смотрите У меня Вопрос Другой Отец Не хочет Чтобы Он На ней Женился У меня Вопрос Только Нужно Будет Знаете Лично Тому Человеку Задать Почему Он Прицепился Именно К этой Девушке Вопрос Я Говорю Лично К этому Человеку Нужно Задать Вопрос Понимаете Все Не Правильно Он Поступил По Шариату Да Не